друзья всем привет было очень много вопросов в комментариях каким образом я организую плоскую кровлю на такой постройки то есть видно что визуально это полностью прямоугольник нет этого свеса которые как по мне совсем уж некрасивы вот и снаружи смотрится это прям очень интересно но это опять же мое мнение кровлю будет делать из профлиста и сегодня покажу как все это дело будет организовано примыкание какой профлист как его монтировать какие-то нюансы и моменты выбор по материалу профлиста полна викинг мб от металл профиль толщина листа 0 5 миллиметров тоньше для плоской кровли брать не советую цвет правил 7024 материал с очень высокой стойкостью к механическим повреждениям и коррозии из этого же листа от металл профиль мы делали в свое время откатные ворота уже около трех лет они показывают себя прекрасно нету никаких нареканий с моими размерами кровли приехал в офис металл профиль солисты помогли просчитать все материалы сам профлист с учетом нахлёстов а также все элементы парапета по периметру кровли и капельника заказ сформировали и отправили на изготовление приехал жесткой упаковки без повреждений так что у нас по пирогу кровли то есть вот гидроизоляция которая была временно застелена для того чтобы осадки не просачивались внутри помещения вот и немножко туда чтобы показать какой в принципе пирог идут стропила между стропилом идет утеплитель пеноплекс дальше идет обрешетка и уже по обрешетке гидроизоляция и и оставляю то есть будет у нас капельник двухсторонним скотчем эта пленка будет приклеена капельнику и конденсат который будет под профлиста он будет скатываться по этой пленке в водосточную систему объясню почему не делаю контрапрешетку то есть первый момент у меня это будет помещение очень хорошо вентилироваться будет прям очень мощная принудительная вентиляция которая будет работать все время второй момент что fps не пропускает пар в принципе изнутри у нас стропила вместе с fps будут скорее всего покрыты ламинированным квикдеком который также прям исключает в принципе возможность попадания влаги или контакта скажем так влажного воздуха со стропилами либо с утеплителем но и опять же то есть если бы это было минвата конечно же надо было бы делать контрабрешетку вот ну а соответственно пленка гидроизоляции тот конденсат который будет скапливаться на профлисте он по ней скатываться водосточную систему мы начинаем с монтажа капельника капельник имеет у нас размеры 100 миллиметров на 80 миллиметров угол 45 градусов и здесь обязательно нужен такой подворотик миллиметров на 7 чтобы водичка капала именно с части жести которая прокрашена потому что здесь рано или поздно у нас будет ржавчина появляться монтируем на кровельные гвозди они порядка 20 миллиметров после установки самого капельника на него клейм был сторонний скотч и пленку непосредственно на сам капельник чтобы водичка по пленке скатывалась через капельник водосточную систему теперь по всей длине нашего капельника монтируем двусторонний скотч на который потом будем приклеивать гидроизоляцию ну и проклеиваем весь край гидроизоляции на скотч ну и снизу вот так это симпатично выглядит вот конденсат будет по капельнику падать прямо центр нашего водостока ну и теперь можно приступить к монтажу самого профлиста как-то я уже вам рассказывал про самостоятельное изготовление откатных ворот спустя два года они работают без зареканий но есть одно но это отсутствие калитки если отключает электричество то автоматика ворот перестает работать и попасть на участок не так-то просто когда нет электричества возникают проблемы и с другими инженерными системами перестает работать септик перестает работать газовый котел и не качает водяной насос я долго искал вариант решения этой проблемы думал над установкой генератора или бесперебойника и тут подвернулся очень интересно для меня вариант это установка солнечной электростанции крыша у меня плоская просторная и позволяет установить станцию непосредственно на юг что важно станция делает из солнечной энергии электрическую и не зависит от капризов сети а еще важно что солнечная электростанция помогает экономить рост тарифов теперь не важен у вас появляется свой источник электроэнергии если установить гибридную станцию то можно накапливать энергию в аккумуляторах и не бояться отключений а по сравнению с электрогенератором сэс намного чище и не надо заморачиваться с топливом готовые предложения электростанции я нашел у дельта solar обычно долго бегаю по магазинам и ищу все детали для инженерных систем в дом но с готовым комплектом от дельта не надо ломать голову и изучать техническую документацию ведь там есть все плотно самых мелких комплектующих сама сборка с с очень проста хотя и свои нюансы приходится лезть на крышу и работать с электричеством на сайте производителя есть информация по выбору солнечной электростанции все ссылочки оставлю в описании под этим роликом что касается самого профлиста профлист от металл профиль это идет профиль mp20 и viking mp он идет по наименованию цвет его 7024 но такой симпатичность такой текстурой так что касается нахлёста нахлёст у меня будет на две волны потому что угол скота очень маленькие чуть больше трех градусов и соответственно то есть водичка может попадать под первую волну либо опять же можно делать на герметик можно такой вариант рассмотреть посмотрю насколько помню заказывал с там чтобы на две волны был запас вот если опять же не будет хватать просто напросто вот крайняя волна по верхнему торцу проклеивается либо полиуретановым герметиком либо силиконом для аквариумов он как бы тоже себя прекрасно показывает полоску толщиной в две спички наносим и сверху монтируем лист который будет идти дальше ну и приступаем к поднятию на крышу ну и как видно по этому профлисту можно прекрасно ходить с моими 115 килограмм и держит он прекрасно вот соответственно вот сейчас второй рис поднял поднимается тоже без проблем и буду делать нахлёст на две волны соответственно чтобы вот эти две у нас легли вот сюда прокручивать пока не буду сначала хочу разложить листы на всю кровлю мало ли где-то что-то надо будет подтянуть после этого начну прихватывать саморезами совмещать аккуратно чтобы не было задира в покраске поли занял свое место и можно затаскивать рейте ну и вот такая красота у нас получилось теперь все это дело закрепить саморезами листы их прям аккурат легли буквально это миллиметров 5-7 до края стены крепить мы профлист будем на самореза 28 миллиметров 48 толщина от металл профиль также в цвет кровли 70-24 цвет напомню следующий вопрос куда крутить саморезы вверх волны либо вниз саморезы на профлисте крутится исключительно только внизу волны хотя вроде как кажется логично закрутить его сверху а водичка будет стекать но нет момент какой что из-за температурного расширения саморез начинает продавливать вокруг шляпки это место но опять же у меня это металл 05 тут еще под вопросом продают или нет но обычно люди берут металл 038 это прям фольга фольгой и его продавливать прям на раз-два в первую же там за первый год сразу спад этих болтов будет течь ну вот то есть по технологии в обязательном порядке саморезы крутятся только в нижнюю волну только по низу вот какой интервал то есть интервал идет через одну волну самом нижнем части самой нижней части ската саморезы крутятся в каждую волну верхней части ската также надо крутить в каждую волну но я буду крути через одну потому что Сверху у меня еще будет профлист прижимать парапет. Как сделать ровную линию саморезов? То есть достаточно просто. Разметочный шнур берем, закручиваем первый саморез. То есть сделали разметку, где у нас идет обрешетка. То есть поставили точки там. И с обратной стороны также. После этого берем по нашим точкам, натягиваем разметочный шнур. Отстреливаем. И вот получаем прекрасную линию, по которой будем крутить саморезы. Опять же крутить, напоминаю, в нижнюю часть. Профиль парапета из жести. У нас имеет следующую форму. То есть таким вот образом он будет накрываться сверху. Эта сторона будет идти внутрь. Эта сторона по наружке. И вот сделан специальный капельник, чтобы водичка по нему не текла по фасаду, а текала прямо с этого уголка. Ну и соответственно это будет торцевая кромка. Ее надо будет загнуть. Соответственно вырезаем ненужные части с обеих сторон и подгибаем. Так, вырезали следующим образом. Тут у нас 50 мм. Здесь отмерил на 2 мм меньше, 48 мм. Здесь пропил до конца. И здесь часть удаляем. С обратной стороны ситуация такая же. 48 мм отложили. И отрезали лишнюю часть. Сейчас вот эту часть будем загибать внутри. И с помощью резинового молотка формируем прямой угол. Ну вот примерно такой торец у нас получился. Ну и один из основных вопросов, как отделать боковые парапеты. Делаются они с помощью вот такого профиля. Гнется он по размерам. То есть здесь около 15 см. Здесь на сантиметров по 30 см. То есть все зависит от дальней точки, насколько она высокая. После этого приставляем таким образом, чтобы вдоль волны все это дело шло. То есть таким вот образом приставили. Чтобы это дело уперлось в волну. Сзади отмерили лишнее карандашом. Все это дело спилили. И где идут у нас стойки, разметили. И закрутили по саморезу. А сверху уже непосредственно одевается верхний фартух. Опять же, что важно сказать, что начинаем с нижней части нашего парапета. Чтобы верхняя шла в нахлёст. Водичка, чтобы стекала вдоль ската. И не попадала между ними. То есть вот таким вот образом выставили наше примыкание. Опять же, заказывал я под углом 90 градусов. Чтобы это было дело изначально согнуто. И потом уже расширял угол, непосредственно подбирая под волну. То есть, соответственно, таким образом, чтобы нижняя часть упиралась с этой стороны в волну. Лишнее отмерили маркером. И с запасом где-то около сантиметра ниже буду отрезать. Одеваем верхний парапет. Начинаем с подготовленной троцевой планочки. И просто одеваем ее сверху. Ну и вот как это дело выглядит, когда одели первую секцию. Вот тут водичка будет стекать, чтобы не шла по фасаду. И вот так выглядит сзади. На переднюю часть идет следующий профиль. Опять же, чтобы накрыть наш парапет, также сделан капельник, чтобы по фасаду не текла водичка. И вот здесь такая накладка, которая не дает осадкам попадать под край нашего профлиста. Угол следующим образом обыгрывается. Сперва делается эта часть. Тут делается поворот. И потом уже наверх делается накладочка. И низ завел под боковую часть парапета. Но перед тем, как одеть передний фартук на передний парапет, проклеиваю край кровельного листа вот такой вот лентой. То есть она увеличится в размерах сантиметров до 4-5. И зимой, когда снег будет мести, то есть туда его не будет задувать. Ну и, соответственно, проклеиваем по всей длине переднего парапета. И уже после этого монтируем верхний фартук. Ну и теперь прокручиваем всю плоскость нашей кровли саморезами. Интервал по обрешетке примерно через сантиметров 50. С помощью шнурки отбиваем это расстояние, чтобы все саморезы шли у нас в линию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok